Ты арбузный шрифт и булки, щедрый сожидочный край, и на престоле свинит в Петербурге. Молодец. Ты вообще, сколько тебе лет? Лет девятнадцать? Четырнадцать. Четырнадцать. Вот тогда тебе интересно будет, вот знаешь, чем для Белгорода примечателен 1779 год? Это год целый. День города 5 августа. Ну ладно, ты не знаешь, я тебе расскажу, это интересно. И тебе это интересно, я тогда расскажу. 1779 год это черный год для Белгорода. Потому что Белгород перестал быть губернским центром и вплоть до 1954 года, то есть почти 200 лет был уездным городом в курсе губернии. А почему он потерял статус губернского центра, в который входили... Была огромная губерния Белгородская, в которой входили Хальков, Брянск, Орел и Курс, например. И часть Воронежской губернии современной. Потому что была Екатерининская реформа, но Екатерина вот перед самой реформой ехала в Белгород и переезжала реку в Грайронском уезде, в современном Борисовском районе. Знаешь такой? Ну, короче, неважно, это к западу, от Белгорода километров 50. В общем, там мост был в ненадлежащем состоянии, и когда она переезжала этот мост, то с кареты свалился коробок с ее любимым сервизом и упал в реку. Вот. Она эту реку назвала Ворскла. Слышал такую реку, Ворскла? Да, 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 слышал. Ну вот. Она эту реку назвала Ворскла, а слово Ворскла, Слой-то там по-древнерусскому. Вот. А приехала в Белгород, дала разнос губернатору и лишила Белгород губернии за это. А вы в Белгороде живете, что ли? Ну, я не жил в Белгороде, просто у меня, я в школьные годы бывал каждые выходные в Белгороде, там, деда с бабкой. И хорошо знаю историю, и сам город хорошо знаю. Ну, прям многое знаете. Ну, я тебе могу многое... Я тебе многое... Ты вот где живешь, в каком районе? Ну, я в Белгородской области, я строитель. А, ну, понятно. Ну, я знаю, где строитель. 107-й автобус ходит, я тебе могу сказать. До Белгорода 220-й. Ну, это сейчас, да. Когда я часто бывал, ходил, но он был 107-й. Сейчас нумерация другая, да. Вот. Ну, ходит, да, энергомарш, сейчас, может, по-другому называется. Да? Да, энергомарш. Ну, вот. Ну, вот. А еще, это самое, могу тебе рассказать. Когда Харгару начали строить, где-то в 70-х, тогда моста не было еще на Харгару, и автобус приезжал переезд. А поезда ходили часто довольно, и он там, это... И, ну, ты раз не в Белгороде, но не знаешь, ходил только один маршрут, тройка. И вот в августе, когда было особое интенсивное движение, он просто там мог два часа простоять на переезде. Поэтому он доезжал до переезда, народ переходил через железную дорогу, через Мастил, а там же садился на другой же автобус, который уже дальше къезд. А потом уже мост построили где-то, где-то к 75-му году, что ли. Вот в который сейчас мост идет через железную дорогу, на Харгару. Ну вот, такие дела. Ну ладно, это самое, смотрю, позитивный парень. ПЕСНЯ Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головым под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Нашисткой силой темною, с оранжевой чумой! Тебя связали кумачом И опустили на колени Свергнул топор над бабочом А притопор тебя прочел Крамовый царь великий Гений!